Всем привет, меня зовут Ольга, я дружусь в такси. Такая, полчаса еду, разговариваю, думаю, записываю. И не обратила внимания, что вообще не записываю. Столько наговорила. Весело, да? Проверила, не записалась. Выключено. Еду на пресс-местиваль, забирать заказ. И отправлю на Казанский вокзал. За это обещали косарь дать. По такси смотрю цены. Это не через такси, это через знакомых. Мне бывает, люди звонят. Вот сейчас я сама раззвонила. Ну, через знакомых меня нашли. И просят там периодически, какие доставки делать. Вчера, например, я полдня тоже по доставке ездила. Сегодня они же опять просят. Ну, не часто, но бывает. С правого ряда налево никто не поворачивает. Не стыдно. Злостная нарушительница. Практически проехала на красный. Аккуратненько. Кстати, меня спрашивали, что значит меня выбрали байндрайвер. Байндрайвер, во-первых, я давно не ездила. Вот выбесила, вот конкретно, когда я увидела, что человек просит 20 километров в аэропорт отвезти за 300 рублей. Я думаю, ничего с ним. А ничего, вообще ошалели, что ли. Просто я последнее время психовала на этот индрайвер и вообще потом перестала включать. Короче, суть индрайвера, что пассажир выбирает водителя сам по рейтингу. Пассажир начинает искать поездку, предлагает свою цену. Если же водитель соглашается, он подтверждает поездку. Какое-то время пассажир может выбирать водителя. Рейтинг почитать, отзывы даже. В общем, суть такова, что все могут выбирать. Водитель выбирать цену. Ну, если я пассажир назначила, то зачастую редко, когда можно поднять цену и кто-то согласится. Потому что зачастую многие, кто готовы за копейки ехать. Вы представляете, аэропорт 1000 рублей, а там человек 20 километров предлагал за 300 рублей. Так, я думаю, совсем обесценил поездку. 20, ну ладно там, с Химок даже, Химки в Шереметьево, честно, бывает, что 300-400 рублей. 500, а тут 20 километров 300 рублей. Не, я, конечно, не стерекаю, что, мало ли, может быть, буду включать еще индрайвер. Прямо, честно сказать, расстроилась. Чем удобнее индрайвер для меня всегда был. Открытая система. Мне это, кстати, очень нравится. И мне бы хотелось, чтобы в Яндексе тоже я видела, за что мне оценки стать. И самое интересное, что мне нравится, когда мне, например, поставили оценку по индрайверу. Я вижу ее. Всегда вижу. Если не поставили, то, конечно, там ничего нет. Индрайвер тем удобнее, что постоянно открытая точка B. Открытая система оценок. Цену, как бы, назначаешь сам. Ну, меня, что бы, прям вот просто раздражать стало. Все любят халяву всегда. Но есть вот разумная халява, а есть вот такая вот. Да, блин, встаньте, голосуй и проси бесплатно. Я надеюсь, как-то ясно объяснила про индрайвер. Я еду по доставке. Сейчас заберу шахматную доску. Могу показать, если она не очень запечатана. И отправлено на Казанском вокзале. Экспресс-доставка. Город Самару. Ой, Самара городок. Беспокойная я. О-о-о, беспокойная я. Успокойте меня. Пела я с пассажирами или нет? Сейчас, сейчас, сейчас. Пела, да. Да, было. Девчонки как-то сели. Ехали на корпоратив. Попросили подбухнуть. Я говорю, давайте, девчонки, аккуратно только. Они, да, да, они вопросы, нормально. Ехали, потом музыку погромче включили. Ехали, пели все. Время 11. Сухо, нет дождя. Все стоит. Почему? Мы все не в офисе. Потому что мы не можем доехать и до офиса. Там офисный планктон на пересете на общественном транспорте. Назалась я пробка. Таксиста в дорогу. О, да, чувак, ты классный. Ребят, спасибо, что подписываетесь, ставите лайки. Вы подписываетесь на мой инстаграм. Кто не против вставать утром и делать зарядку вместе? Хочу заняться зарядкой. Кому за идея начать заниматься зарядкой в онлайне? Можно, в принципе, и на ютубе, конечно, прямые трансляции по утрам. Но кто будет вставать? Или во сколько вы встаете? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Пишите, кто как. Кто в инсте, в прямом эфире. Кто на ютубе прямой трансляции по утрам зарядки делать вместе. Мне, блин, в принципе, без разницы. Ну, некоторые спрашивают, пишут, у меня есть инстаграм. Не поленитесь, пожалуйста. Прикреплю ссылку к видео. У меня там фотки прикольные есть. У меня пассажирка фоткала. Я собаку везла. Она мне со мной за рулем ехала. Вообще, пора себя приводить в порядок и, короче, питаться нормально. Ну, это пока... Питаться нормально, купить чипсов. Больше, да? А не портить желудок, поджелудочную. А то я сейчас желчегонный пью для желудка. Там 2 или 3, да? Все, да? Больше нет. У меня там 28 видео. 28 видео? А, сейчас я поеду. А я поеду пойду, я поеду. Хорошо. Ребята, на заправке... Смотрите мои видосики, смотри. Ребята, с нефтмагистрали, заправки, привет вам большой. Смотрите дальше, они кревые. Дверь открывает, окна протирают. Про это намеха, я шучу. Ну, в общем, хорошие ребята, я часто сюда стараюсь заезжать. Бывает, что на 2 километра, если надо больше проехать, я лучше проеду и заезжаю на эту заправку. Вообще, нравится, нефтмагистрали многим сейчас таксистам, потому что бонусы можно собирать и на них кушать. Это бесценно. Бустером заказ. На погонный проезд. Интересно, где ждутся? Заказ отменен. Не, не, ну я же сказала, отменен. Правда? Поехали, куда я думал. Подача 1 километр 4 минуты, ну вот уже другое дело. Давайте чуть-чуть вас обоглину. Давайте. Ой, как хорошо. Все большое. Да, вы смотрите, там тупиковых двое. Ой, почти как Ольга, это, Вранец. Добро пожаловать. Никто не говорил вам? Одну могу поменять и известный певица. Поездка по Яндекс. Редкость большая, когда молодая женщина, девушка, водителем. Спасибо. Это хорошо или плохо? Хорошо. Я так думаю, для... Вот пассажира это хорошо. Я люблю, когда женщины. А, наверное, тяжело и трудно, я так думаю. И вам это нравится в удовольствие некоторые. Ну, мне нравится. Ну, вот. Иногда нужда заставляется. Все вместе, но мне нравится вообще. Не, ну профессии наверняка у вас нет. Ну, да. Если что-то произошло такое в жизни, что можно за вас смотреть. И дома машина есть своя? Это моя. А, понятно. И детская, смотрю, где дитё есть? Нет? Нету. Еще раз. Да уже пора. Пора работать, да. Да, хорошо вывижу. Не, ну молодая, молодая. Сколько лет дадите? Ну, я бы дала до 30, конечно. А, не, мне уже после 30. Да. Вот, видите. Хорошо выглядим. Спасибо большое. Сейчас так трудно угадать возраст. Вот в наше время, мне кажется. В конце проще было? Да. Сейчас столько есть всяких примочек бесконечных, что женщины с собой что угодно там делают и выглядят красотки, а им не знаю сколько уже лет. Все эти пластика лица. Все эти пластика лица. Вот сколько мне, простите, сколько вы мне дали? Ну, 18. Спасибо, дорогая. Спасибо, дорогая. Молодца. 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 Просто, когда спрашивают, это такой уже какая-то подмог. Ну, да, поменьше. Ну, да, поменьше. Вот на 60 бы с копеечками, там, 2-3. Но я бы сбросила десяток лет, да. Ну, это же здорово. Да. На это и чувствую, и, как бы, и внуки меня подбадривают, как бы, и стимул какой-то. Ну, шикарно. Так что у вас все впереди. Жизнь ваша. Полчаса, 325 рублей. Летно-Доярская. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. 25 минут 291 рубль. В общем, ребята, я еду домой, сейчас направлюсь на завтра. Заработала я, грубо говоря, 3000. Спасибо всем, кто смотрите, всем, кто поддерживал меня. Всем рекомендую подписаться на канал. Оля таксует. Да, если вы случайно увидели мое видео, подписывайтесь. У меня будет интересно. Постараюсь, чтобы было всегда интересно. Ставим лайки. Если дизлайк поставили, напишите, что не нравится, что бы вам бы хотелось услышать. Спрашивайте, задавайте вопросы. Всегда отвечу рада всем комментариям. Всем постараюсь писать. Всем пока-пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.